Ребятки, всем привет! И девчатки тоже. Всем привет! Я Георгий Емельянов. Сегодня мы будем тренироваться вместе. Давайте заходим. Кто заходит, сразу мне пишите. Цифры от 0 до 10. Как меня видно, слышно. Я вижу, народ добавляется. Если не сложно, цифры... Да-да-да-да-да-да-да-да. Вижу, вижу, вижу. Вижу, добавляются, добавляются. Как слышно, ребятки, меня? Как слышно, как видно? Плюсы ставим. Если видно, слышно, хорошо, ставим плюсы. Вижу, вижу. Рома Алфимов. В зале давно не видел. Все хорошо, хорошо. Немножко подождем пару минут еще. Народ присоединится и начнем. Да? Вижу плюсы. Сейчас, ребятки, я немножко подальше телефон, чтобы видно было. Развернул. Будет картинка хорошая. Сегодня минут на 40 тренировочка. Такая. Разомнемся хорошо. Несмотря на то, что на улице жара, все равно разминаться надо хорошо. Те, кто у меня тренируются, ребятки, знают, что я особый упор ставлю именно на разминку. Вот. Поэтому сейчас у нас будет суставная разминка. Буквально 5 минут. Она ничем не отличается от разминок в других видах спорта. Затем будет такая немножко специфическая разминка. Поделаем упражнение из бразильского джиу-джитсу. Затем мы немного поотрабатываем защиту от проходов ноги. Это то, что именно специфически для ММА. Вот. И в конце немножко поработаем комбинации по объемам. Вот. Комбинации, которые работают реально в смешанных единоборствах. Вот. Ну что. Давайте начнем потихонечку разминаться. Кто будет присоединяться, я думаю, сразу будет к нам как бы, ну, сходу, так скажем, с корабля на бал. Все. Сейчас я телефончик поставлю. Вот. Так, что-то мне говорит, что развернуть надо было до начала трансляции. Угу. Не дает мне телефон развернуть. Говорит, надо было до начала трансляции развернуть. Выбрать ориентацию съемки можно только до начала трансляции. Угу. Давайте попробуем, наверное, так трансляцию провести. Что делать? Я думаю, меня хорошо видно будет. Все равно, в любом случае. Зал? Ну, это не ко мне вопрос насчет открытия зала. Я с удовольствием бы уже все залы открыл давным-давно. Ребятки, ну, давайте начнем разминку. Может быть, я у кого-то, да, так получилось, что горизонтально я перед началом трансляции не развернулся. Сейчас уже не дает. Трансляцию прерывать не будем. Давайте будем начинать разминку. Вот. Походу, пока разминаемся в перерывах между упражнениями. Когда я буду отдыхать, я буду читать ваши вопросы, ну, и отвечать. По поводу открытия залов сразу, ребят, вопросы не ко мне и информации пока не владеют. То есть, я бы с удовольствием уже начал бы тренировать. И многие ребята пишут. Давайте начнем с разминки. Начнем сверху вниз. То есть, вот. Начинаем разминать шею. Суставная разминка два вида. Да, либо снизу вверх, либо сверху вниз, в принципе. Разницы особо нет, но я особо начинаю, я всегда начинаю сверху. Очень хорошо разминаем шею. Это важно. Потому что шея, она в нашем виде крайне подвержена нагрузке. Вот. Поэтому шею надо разминать очень хорошо. Я об этом всегда на тренировках говорю. Ребят, кто у меня занимается, знают. Кто шею не размял, тот потом походит с больной шеей. Хорошенько уши разминаем. Это уже такая привычка. Для одиноборзли есть борьба, да? Вот. И начинаем. Суставы пальцы разминаем. Хорошенько суставы разминать. Покрутить. Рак, она улица сегодня, я думаю, быстро, поэтому разминка так быстренько нас приведет в тонус. Пока точкой разминаем. Плечи. Одной ручкой. По четыре маха делаем. Четыре назад, четыре вперед. Четыре назад, четыре вперед. Разминаем плечи. Я думаю, многие единоборцы знают, вообще спортсмены, что чем профессиональнее спортсмены, тем профессиональнее у него разминка. Хотя я знаю многих спортсменов, которые не разминаются совсем. Но тут, я считаю, ситуация следующая. Не факт, что спортсмен получит травму, если он плохо размялся. Но я считаю, что и не только я считаю, так многие спортивные врачи считают, что процент, риск получения травмы без разминки повышается, я думаю, в несколько раз. Поэтому обязательно разминаться. Особенно это актуально тем, кто выступает на соревнованиях или тренируется уже, так скажем, по возрасту, выше среднего. Лет после 35 уже надо прям активно разминаться. Очень активно, по себе знают. Коленочки. Суставы, колены. Надо разминать прям очень активно. Потому что очень много ребят, у меня у самого колени оперированы. И у меня ребята многие оперируют. Спорт профессиональный, конечно. Отпечаток накладывают. В том числе и на здоровье. Но не забывайте, в любом случае, разминка, разминка. И очень хорошая заминка нужна. Все-таки многие ленятся делать заминку в конце тренировки. Тернуться, растягивать мышцы. А это зря. 10-15 минут наделить своим мышцам обязательно надо. Ребятки, вот это была разминка такая стандартная, суставная. Многие ее знают. Обязательно ее надо делать. Я даже считаю, что перед тем, как в зале начинать бегать в движении разминаться, надо обязательно делать суставную разминку. Затем уже в движении. Сейчас мы перейдем к разминке, которая специфична именно для бразильского джиу-джитсу. Почему бразильское джиу-джитсу? Потому что я представляю вид спорта ММА. ММА это симбиоз. Симбиоз видов единоборств, таких как бокс, кикбоксинг, вольная борьба и бразильское джиу-джитсу. Разминку возьму из бразильского джиу-джитсу. Она мне очень нравится. И она как бы задействует наше все тело. Давайте перейдем уже к этой разминке. Начинаем эту разминку мы на спине. Переходим на спину. Поднимаем ноги и начинаем делать вращательные движения своими стопами. Вращаем стопы наружу. Немного ускоряемся. Затем начинаем вовнутрь работать. Активно. Ускоряемся, ускоряемся. И третье упражнение. Стопами стараемся коснуться наших колен. Прямо касаемся колен. Первое упражнение закончили. Второе упражнение. Также сидим. Руками берем замок под нашими коленями. И делаем накат через спину назад. То есть выглядит это так. Я накатил. Вернулся обратно. В принципе на полу даже. Вот у меня палац здесь лежит на балконе. И можно на полу делать. В принципе спокойно. Можно что-нибудь постелить, если вам жестковато. Но никаких акробатических мы здесь не будем. Сейчас делать трюков. Поэтому спокойненько. Спина круглая. Накатили. Вернулись. Накатили. Вернулись. И вот так делаем. Раз пять-шесть. Крайний раз, когда накатываемся. Стараемся пальцами ног коснуться. Сзади коснуться пола. Поехали. Накатили. Коснулись. Немножко в этой позиции побыли. Возвращаемся. Делаем сейчас следующее разминочное упражнение. Ладони упор. Ноги. И начинаем подгибать колени. Разминаем. Позабедренный сустав. Размяли тазобедренный. Теперь ладошки в упор. Столбой чуть подальше. Поднимаем таз вверх. И разминаем плечевой. То есть прям поднимаем, поднимаем, поднимаем выше. Стараемся в одну линию выйти. Не переусердствуйте. То есть у кого здоровье не позволяет. И как бы если вы занимаетесь физкультурой, вы должны делать все упражнения по ощущениям по своим. Тяжело, если супертяжело, надо, значит, снизить нагрузку. То есть вы профессиональные спортсмены, это одно. Профессиональные спортсмены, у них нагрузки другие. У них организм приспособлен к большим нагрузкам, к высоким. Адаптирован. А если вы физкультурник, занимаетесь физкультурой для здоровья, то вам надо по самочувствию все делать. Вот. Где-то стало плохо, стало жарко. Остановитесь. Воды попейте. Обязательно. Еще раз плечики давайте разомнем. Таз вверх идет. Закончили. Еще плечевой пояс мы разминаем таким образом. На колени встаем. Ладошку вперед, вперед. И начинаем прогибаться в плечах. Можно пальцами идти вперед немножко постепенно. И тянем плечевой сустав. Растягиваем. Разминаем. В сторону убрали. Руку. Одну потянули. Вторую потянули. В принципе, такой первый цикл разминки закончен. Сейчас мы потихоньку с разминки переходим в тренировку. Мы сделаем комплекс из четырех упражнений. Вот. В каждом упражнении мы будем делать по 20 повторений. Четыре упражнения у нас это один круг. Таких кругов у нас будет три. Между кругами отдых где-то минута. Вот. Еще один момент очень важный. Водичку пьем по мере тренировки. Вот как бы тренируетесь. Минут 15-20 проходит. Три-четыре гладка обязательно. Чтобы обезвоживания не было. Потому что обезвоживание, шторы, ватоспособность падает. Вот. Поэтому водичку обязательно в санно-тренировке брать с собой. Ну и сегодня тоже можно подой запастись. Давайте показываем. Первое упражнение, ребятки. Первое упражнение. Упражнение движений. Сейчас тут машинка. Сына моего стоит. Уберу, чтобы не мешало. Первое упражнение. Прыжковое. Что мы делаем? Мы выпрыгиваем. Ноги разводим в стороны. Руки приводим вверх. То есть оно выглядит вот так. Вот такое упражнение. Делаем 20 раз. Я считаю. Работаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Двадцать. Прыгайте на носочках. Мягко. Чтоб соседи снизу к вам не пришли в гости. Следующее упражнение. Приседания. Приседания делаем неглубокие. Наша задача разогреться. Разогнать свое сердце. Разогнать организм. Да. Перед тренировкой подготовить. Поэтому. Приседания короткие. 20 приседаний. Поехали. Поехали. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Двадцать. Приседания не закончены. Переходим на отжимания. Отжимаемся. Отжимания делаем не полные. Вниз-вверх. Отжимаемся. Коротко внизу. То есть. Буквально. Вот. Пришли вниз. И вот такие короткие отжимания делаем. Делаем 20 отжиманий. Работаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Двадцать. И четвертое упражнение. Это пресс. На пресс упражнение. То есть. Мы сейчас свой организм готовим к работе. Ложимся на спинку. Ноги крестим. И делаем движение. Такое. Будто мы хотим захватить. Сверху нас что-то лежит. Мы хотим рукой его взять. Двадцать раз работаем. Поехали. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Двадцать. Вот. Один круг мы сделали. Один круг мы сделали. У нас еще таких два круга. Вот. Сейчас можно немножко отдохнуть. Походу. Обязательно. Пишите. Какие-то вопросы задавайте. Буду смотреть. Буду отвечать. То есть я видел вопрос по поводу залов. Но вопрос конечно не ко мне адресован. Вот. Вопрос. Такой. Я думаю здесь больше от министерства здравоохранения зависит. Вот. Когда мы начнем тренироваться. Ну и от общей ситуации. Конечно. Сейчас разрешили тренироваться на улице. Вот. Это уже хорошо. Уже мы можем свою иммунитет укрепить. Давайте ребятки. Вопросы пишите. По ходу движения буду смотреть. И по ходу тренировки отвечать. Давайте. Второй круг. Работаем. Разминаемся. Поехали. То есть первое у нас было движение. Руки у нас через стороны шли. Второй круг мы просто немножко изменяем. У нас руки работают вверх-вниз. Ноги работают вперед-назад. Поехали. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Поехали. Приседания работаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Переходим на пресс. До этого мы делали одной рукой. Теперь мы имитируем захват. Такой, знаете, больше для джиу-джитсу бразильского, для джи-до. Когда мы снизу хотим своего партнера сверху прихватить за курточку. Крест-накрест. Взять за гимонос, да, да? За гимонос, да, 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 да. Так, я так делал, что телефон не выдержал и упал. Сейчас мы его поправим. Вот. Вот. Встали. Перекрылся. Извиняюсь, не в ту сторону. Вот, да, правой ручкой сюда убираем, перекрываемся. Вот здесь перекрываясь. Я бью. Левой рукой перекрываясь от встречного удара соперника. И сейчас мы делаем следующую комбинацию. Встали в стойку. Ударили двоечку. Раз, два. Вернулись. Ударик колено. Вернулись. И сделали отброс ног. Встали в стойку. Еще раз. Раз, два. Колено. Отбросили ножки. Встали. Раз, два. Колено. Отбросили. И работаем. Двоечка. Колено. Отброс. Двоечка. Колено. Отброс. После отброса встаете раз. Ручки сразу собрали. Очень важно. То есть вы должны быть в боевой готовности каждую секунду боя. В каждой, так скажем, в любой ситуации, в любой позиции вы должны быть готовы. И, ребятки, давайте еще пять раз сделаем эту комбинацию. Раз, два. Колено. Отбросили. Раз, два. Колено. Отбросили. Раз, два. Колено. Отброс. Еще два раза. Раз, два. Колено. Отброс. Раз, два. Носочек тянем. Стоечку. Вот такие два элемента. Два элемента. И в каждом из них, две связки, в каждой из связок присутствовал отброс ног. Защитное движение. Очень нужно в смешных единоборствах. Да и везде. В принципе, где имеется, кроме ударной техники, еще и борьба. Вот. Я вижу, вопросы поступили. Учеников мотивирую своим трудом, своими, своими тренировками, своими выступлениями. Вот. Главный стимул в спорте для меня. Да, для меня нету стимула. Какой стимул может быть? Спорт. Спорт – это моя жизнь. То есть, как бы, и у меня неразделима жизнь со спортом. В шесть лет меня отец отдал на плавание. Вот. В девять лет забрал с плавания, отдал на карате. Из девяти лет я в единоборствах. Мне будет осенью 38. То есть, почти 29 лет я в единоборствах. И я уже, мне стимул не нужен уже. Это как воздух, как, я не знаю, как принятие пищи. Поэтому учеников стимулирую, именно мотивирую, скажем так. Да, своими тренировками, своей физической формой, на своем примере, своими выступлениями я до сих пор выступаю по бразильскому джиу-джитсу, по грэплингу борюсь. По смешным единоборствам я закончил выступление после 2015 года, сконцентрировавшись на тренерской деятельности. А по бразильскому джиу-джитсу выступаю, и ребят стараюсь мотивировать. Участвую в тренировочном процессе активно с ними. Стою с ними в парах, на спаррингах. Вот. Передаю им свой опыт. Я думаю, что это все-таки их мотивирует хоть немножко. Вот, ребятки, ну, если есть вопросы, задавайте. Вот. Потому что, в принципе, что хотел сегодня показать, показал. В 40 минут, конечно, тренировку не уложить. Это, я думаю, многие понимают. У нас тренировка идет минимум полтора часа обычно. Из них как раз 20-25 минут занимает, ну, именно разминка. Это как очень важная часть тренировки. Разминка – это уже тренировка. Мы на разминке не делаем упражнений, так скажем, ненужных для нашего вида спорта, для нашего единоборства. Все у нас разминочные действия, они как-то так или иначе связаны с техническими действиями в бою. Поэтому у нас тренировка начинается с разминки. И длится минимум полтора, а у профессионалов два часа. Вот. Желательно, конечно, профессионалам тренироваться два раза в день. Вот, ребятки, если есть вопросы, задавайте. С удовольствием отвечу. Я вижу, Даниэр Кадыров присоединился. Даниэр Кадыров, когда я тебя вживую увижу? У нас ситуация такая сейчас, что, получается, да, с этими, с этой, с пандемией, ну, не можем мы на нее воздействовать, но можем мы, так скажем, оставаться в форме, стараться тренироваться. Да, улица открыта, спортивные площадки открыты. Вот, ну. Старайтесь побольше тренировок делать, не все-таки находить в себе силы, стимулировать. Вот, не знаю, что вас может стимулировать. Немножко сложно мне ответить, когда, как бы, когда я этим делаю, этим занимаюсь, уже как по привычке, да, и уже это необходимость жизненная для меня, что может стимулировать спортсменов. Наверное, желание стать лучше, желание выигрывать, желание побеждать. Наверное, так. Так, если есть вопросы, задавайте, отвечу. У нас еще есть минут, вон, минут 10 есть, стабильно. Даня, ну ты хоть вопрос задай какой-нибудь. Сегодня, интересно, многие потренировались со мной или нет, или все-таки сочканули. Евгений Пчелкин, вижу. Картинка хорошая, видно, хорошо меня слышно. Извиняюсь за то, что во время трансляции немножко с телефоном, но... Да, мы закончили, у нас мы уже 52-я минута идет, мы уже закончили. Если есть вопросы, можете задать вопросы, я отвечу. Честно отвечу, как есть, скажу. Тренировка, да, закончена. Но я думаю, она будет. Там тренировка такая, больше как бы разминочная, больше для поддержания физической формы. Вот, ну и буквально пару комбинаций мы поработали. В принципе, такие, которые больше как бы для фитнеса, да, чем для спорта. Насколько травмоопасно? Ну, я скажу так, что смешанные недоборства по травмам очень сильно уступают футболу, очень сильно уступают велоспорту. И на самом деле травматичность в спорте, она имеет место быть так же, как и травматичность в жизни. И в простой обыденной жизни бывают травмы, мы это все прекрасно знаем. Опять же, вернусь к вопросу выбора детского тренера. Очень важно, именно важен детский грамотный тренер, который понимает, отдает себе отчет, что ребенок, он очень уязвим и в физическом плане в том числе. Поэтому не устаю напоминать своим ребятам, что очень важно. Спасибо, Евгений, спасибо вам тоже хорошего дня. Не устаю говорить о том, что, конечно, очень важна интенсивная разминка и очень важна хорошая заминка. Это как раз таки уменьшает риск получения травм именно спортсменам. Опять же, нужно уметь слушать свой организм. К сожалению, ко мне это умение пришло с годами. Очень важно уметь слушать свой организм, понимать, когда ты перетренировался, понимать, когда в тебе просто лень, а когда уже организму надо отдохнуть. Это очень важно, потому что перетренированность – это один из таких факторов, который ведет именно к травмам. Я считаю, что отдавать надо обязательно деток в единоборстве в том числе. В последнее время вижу очень хорошую положительную тенденцию в плане детей, которых родители приводят в единоборство. Все-таки единоборство – это такой мир, такое, так скажем, бойцовское боевое братство. Да, это отдельный мир совершенно, бойцы, спортсмены, единоборцы, борцы. Они, конечно, отличаются. Это обычно очень хорошие друзья, крепкие, верные, надежные. Проверенные в бою, скажем так, в ситуации, приближенной к боевой, скажем так. Ну вот у меня такое мнение. Травмоопасно, в принципе, любой вид спорта травмоопасен, если, во-первых, баловаться, во-вторых, не разминаться. А так ничем не травмоопаснее, чем другие виды спорта. Вот, поэтому пацанов я бы только рекомендовал, конечно, в единоборство отдавать. Конечно, есть классные виды, такие, как хоккей. У меня средний сын в хоккей играет. Ну, как бы в авангарде, да, довольно-таки успешно. Вот, а единоборство, нет, ничем не травматично. Ну, давайте, если есть вопросы, задавайте. Если нет, тогда я могу уже с вами прощаться потихоньку, пойти продолжать заниматься домашними делами. Надеюсь, кто-то что-то увидел, кто-то что-то интересное услышал для себя. Вот, может быть, даже это, ну, записи в любом случае будет, трансляция, можно будет посмотреть. Да, вам спасибо, что вы задаете вопросы. Очень рад на них отвечать. На самом деле, очень много тем интересных, о которых можно было бы поговорить. Вот, и опытом поделиться. Есть чем поделиться. Всем хорошего вечера. Не болейте, берегите близких, тренируйтесь, закаляйтесь. Иммунитет, насколько я понимаю, на данный момент только иммунитет нас спасет. Поэтому, ну, и, конечно, бодрое расположение духа. Всем пока. Спасибо, кто смотрел, кто участвовал, кто тренировался со мной. Всем пока. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok